МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вас приветствует информационная служба телеканала МТВ. В студии Ольга Цымбарович. Расскажем о главном к этому часу. Из-за постоянных перепадов температуры асфальт на волгоградских дорогах, что называется, дал трещину. И сегодня, пока позволяет погода, муниципальные службы приступили к латанию ямок и выбоин, которые образовались на проезжей части. Температурные скачки от минус 25 до плюсовых показателей, гололед, метели и вдруг снова оттепель. Все это пришлось переживать этой зимой волгоградским дорогам. Колебания температуры приводят к образованию на асфальтовом покрытии микротрещин, которые под воздействием многократных замерзаний талой воды увеличиваются до значительных размеров. Такие дефекты дорожники устраняют с помощью специальной технологии – литым асфальтобетоном. Пока это временная мера, позволяющая обеспечить безопасный и комфортный проезд на поврежденных участках. А с приходом весны и наступлением благоприятных погодных условий здесь полностью восстановят дорожное полотно. Всего за последние две недели с помощью литого асфальта был восстановлен безопасный проезд на почти 20 объектах уличной дорожной сети Волгограда в разных районах города. Дефекты были устранены на улицах Кирова, 64-й армии, Голубинской, Ленина, набережной 62-й армии, землячки, танкистов и многих других. Еще ранее трещины устраняли по улицам Вильботная, Комсомольская, Ангарская, Третья Продольная, проспект Героев Сталинграда и другие. Стоит отметить, что основной объем работ выполняется в ночные часы, чтобы не препятствовать транспортному движению. Температура литой смеси при использовании на дорожных объектах составляет свыше 200 градусов. Это позволяет проводить работы в условиях повышенной влажности и отрицательных температурах воздуха. Метроэлектротранс ищет поставщика для закупки валидаторов в троллейбусы. Соответствующий лот опубликован на сайте госзакупок. Власти города планируют приобрести 80 модулей. Начальная цена закупки – 10 миллионов 200 тысяч рублей. Поставщику предстоит установить в салонах электротранспорта терминалы для водителей и модули бескондукторной оплаты проезда. Валидаторы разместят на поручнях. Также в контракт входит установка и наладка системы бескондукторной оплаты проезда. Все оборудование должно работать от бортовой сети транспортного средства через стабилизатор. Итоги аукциона подведут 22 февраля. На исполнение контракта отводится 50 дней. И вновь Волгоградская область обновила собственный максимум заболеваемости COVID-19. 1683 жителя региона заразились за минувшие сутки. Из них 570 детей. Такие данные передает оперштаб региона. Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 31 районе региона. В Волгограде зарегистрировано 383 заболевших, в Волжском – 359. Полную статистику заболевания по области вы можете видеть на экране. К сожалению, за минувшие сутки зафиксировано 12 летальных исходов. Победить инфекцию смогли 377 волгоградцев. В 29 школах Волгограда и области сняли карантин. К занятиям в очном формате ребята приступили 7 февраля. Ограничения все еще действуют в 61 школе и 2 детских садах. Дистанционно продолжают заниматься отдельные группы 102 школ, 15 детских садов и 1 колледжа. Напомню, карантин в учреждениях объявляют в случае, если острое респираторное вирусное заболевание диагностировано у более чем 20% детей. Также в образовательных организациях действуют традиционные меры профилактики. Школьникам измеряют температуру, в помещениях обеззараживают воздух и используют средства дезинфекции. Эпидобстановку контролирует профильное ведомство. В Волгоградской области удвоили объем производства медицинского кислорода. В настоящее время в этой работе задействованы 4 предприятия региона. Одно из них ООО «Модус» с помощью областного фонда развития промышленности в 2021 году наладило производство газообразного медицинского кислорода. Предприятие получило лицензию Минпромторга России на производство медицинского кислорода и реализовало инвестпроект с государственной поддержкой. В эту склянку налит по 100 миллилитров воды, свободно, все дублероды. То есть она получается специально кипячением после дистилляции и хранится в склянке с затвором. Потом наливается индикатор метиловый красный по 4 капли в каждую склянку. Производственная мощность четырех предприятий региона в сутки – 4 326 баллонов газообразного и до 80 тонн жидкого медицинского кислорода. Это в разы перекрывает потребность Волгоградской области. По сравнению с 2020 годом объем выпуска газообразного медицинского кислорода в регионе удвоился. Открыта площадка, где ранее не выпускали такую продукцию. Кислород должен соответствовать нормативному документу. Количественное определение должно быть не менее 99,5%. И допустимые примеси и водяные пары тоже в соответствии со статьей на этот препарат. Более 20 лет предприятие обеспечило регион техническими газами, но не выпускало кислород для больниц. Создать столь востребовательную в период пандемии линию помогло государству по программе противодействия эпидемическими заболеваниями. Предприятию направили 10 миллионов рублей льготного займа от Фонда развития промышленности Волгоградской области. Эти средства, имеющую базу, дополнили оборудованием для производства медицинского кислорода в баллонах. Предприятие получило лицензию Минпромторга России и регистрационное удостоверение Минздрава России. Административные вопросы очень здорово, мало администрации решить. Мы решали в течение нескольких лет. Здесь было сделано, буквально за месяц мы получили лицензию. Мы поставили новые три линии по производству именно медицинского кислорода. В соответствии с требованиями Минздрава. Сегодня завод в сутки перерабатывает 2000 баллонов газообразного кислорода. Отгружает и доставляет его в больницы региона. Созданные мощности позволяют поставлять медицинский кислород и в другие субъекты Российской Федерации. С пиком был октябрь-ноябрь, когда было жесткое, ну вот как раз ковидное вот это наступление. Получалось, ну то есть работали мы в три смены. И как бы тот объем, который мы заявляли на губернатору о том, что мы сделаем 750 баллонов в сутки, мы делали почти полторы тысячи. Новое оборудование предприятие сможет использовать для производства технических газов после того, как пандемия пойдет на спад. Задачу по обеспечению учреждения здравоохранения Волгоградской области всем необходимым для борьбы с новой коронавирусной инфекцией и лечением больных ковид-19 поставил губернатор Андрей Бочаров. Регион активно использует возможности федеральных и региональных институтов развития для решения социальных и экономических вопросов, реализации индустриального потенциала. Мы ожидаем, что с появлением еще одного производителя мы будем иметь дополнительные мощности, а это минимум 300 баллонов в сутки. Ну и опять же мы говорим о том, что наши производители осваивают новые виды продукции. В 2021 году Федеральные региональные фонды развития промышленности оказали предприятиям Волгоградской области господдержку на сумму более полумиллиарда рублей. Почти 116 миллионов рублей льготных займов выданы шести компаниям. Еще три предприятия поддержали Федеральный фонд на сумму 388 миллионов рублей. Общий объем господдержки промышленного сектора региона с 2014 по 2021 годы составил более 28 миллиардов рублей. Ее получили более 70 промышленных предприятий. Илья Власенко, Галиб Волков, Время новостей. Пенсионер из Ленинского района Волгоградской области может поплатиться за свое гостеприимство. Мужчина подозревается в фиктивной постановке на регистрационный учет четырех граждан из Узбекистана. Подозреваемый в содеянном сознался. Подробности этой криминальной истории в сводке регионального главка МВД России. Ранее совершенное преступление раскрыли волгоградские оперативники. В начале января в полицию обратился 35-летний житель Дзержинского района, сообщив, что ночью на улице в ходе возникшего конфликта неизвестно избил его и забрал сотовый телефон, после чего скрылся. По подозрению в совершении преступления оперативниками задержан ранее судимый 19-летний житель трактора Заводского района. Похищенное и изъято в отношении задержанного возбуждено очередное уголовное дело. Пенсионер из Ленинского района подозревается в фиктивной постановке на регистрационный учет иностранных граждан. Полицейские установили, что подозреваемый зарегистрировал по месту проживания четверых граждан Республики Узбекистан, заведомо зная, что жить они будут в других районах области. Подозреваемый в содеянном сознался, в отношении него возбуждено уголовное дело. Мошенники продолжают обманывать волгоградцев под предлогом инвестирования денежных средств. За минувшие сутки зарегистрировано 4 таких факта. 53-летнему жителю Среднеохтубинского района под видом брокера позвонил неизвестный с предложением заработка на бирже ценных бумаг. Желая заработать легкие деньги, потерпевший перечислил на счет мошенника почти 3 миллиона рублей, но не получил ни дохода, ни своих денег обратно. Уважаемые граждане, будьте предельно бдительны при общении с незнакомцами. Ни под каким предлогом не перечисляйте денежные средства на неизвестные счета и не сообщайте реквизиты ваших банковских карт незнакомцам. И к этому часу у меня все новости. Увидимся в 17.00. Не переключайтесь. Сегодня в Волгограде ожидается мокрый снег, местами туман. Ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 1 до 3 градусов со знаком плюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова